Здравствуйте! К нам обращается Лина М. Лина просит сделать ректификацию. Дата рождения 22 апреля 1974 года рождения. Маму привезли в роддом примерно в 9 часов утра, пишет Лина. И она, соответственно, рожала. Ну а для ректификации нам сообщается, что мама жива, и она по знаку зодиака близнецы, а папа водолей скончался в 2002 году от инфаркта. Также важное сообщение о том, что есть заболевание ревматоидный артрит. И с этой точки зрения очень разломно нам, чтобы, наверное, асцендент остался в зодиакальном знаке близнецов. Поэтому по поводу папы можно попробовать применить, вероятнее всего, мини-дирекцию. Плюс Лине очень важно знать, что она довольно сильная геката и младший ребенок в семье. В этой связи как раз и получилось, что мама пережила папу на такой значительный срок. Папы не стало, когда Лине было 28 лет, 3 месяца и 6 дней. 2, 49, 36. Такая получается дирекционная дуга. Давайте попробуем посмотреть, получится ли у нас. Но в таком случае, наверное, надо применить даже не мини, я думаю, а самую редкую микро-дирекцию асцендента к Сатурну. И тогда по расчету микро-дирекции это будет 28 минут и 16 секунд. Вот такое расстояние. И тогда точное время рождения получается... Запишите, пожалуйста, это самая редкая микро-дирекция, примененная для рептификации натальной карты Лины М. По микро-дирекции асцендента к Сатурну по дате смерти Папы. Ну, Сатурн видит Папу, да, вот Солнце и Сатурн, ближайшие планеты. При этом ревматоидный артрит остался зафиксирован в виде асцендента в близнецах. А также Сатурн и Марс постарались, и уже был заменен правый коленный сустав. То есть, сатурнянская тема очень активно проявляется в натальной карте у Лины. Зубен Эль Генуби, конфискационная звезда на Коспиле Шестого Дома. Еще нам сообщается, что дедушка Памаме умер в июле 75-го года. Ну, вот это похоже, кстати, на асцендент к Сатурну, но уже как обычную, а не микро-дирекцию. То есть, все очень точно. И сейчас вопрос стоит о выборе проживания. Ну, что касается Караганды, то здесь ровно как бы 50 на 50. Две добрые планеты против двух злых. Вот. Ну, а по поводу других линий, это, конечно, так немножко сложнее нам выбирать. Сейчас еще меня попросили соляр построить. То есть, помимо ректификации, анализа вопросов здоровья, ну, тут, собственно, вопрос о выборе страны стоит. И если вот руководствоваться этим, выбирая, ну, трудно сказать, через Казахстан хорошие линии почти не проходят. Ну, вот недалеко от Актюбинска проходит хорошая линия Нептун-десцендент. Ну, в принципе, и Караганда не так и плоха. Для Лины это нужно понимать. Поэтому вот так как-то явных таких вот указаний, что надо обязательно куда-то уезжать, я пока не вижу. Итак, строим для Лины соляр на Караганду на ближайший день рождения. В силу того, что год високосный, соляр у Лины включается 21 апреля, на один день раньше календарного дня рождения. Но, учитывая вот этот вот очень опасный анастомоз и плутон на десценденте, Караганду придется отменить. Следующий город, который мне предложен в списке, это Стамбул, Турция. Но, увы, Стамбул отменяется сразу по двум причинам. Терминалит линия 3-9, асцендент соляра попал в 12-й дом натальной карты Лины-М. Пробую соляр на Москву, и вроде как он очень даже хороший. Просто чудо соляр с минимальной стрессовостью, с шикарными показателями и солнышком в 11-м доме. Роскошный соляр на Москву. На всякий случай проверю Эмираты, но думаю, что московский соляр все-таки... Нет, Эмираты нельзя. Там терминалит линия 6-12, здоровье. Поэтому предлагаю оставить Москву. Запишите, пожалуйста. Соляр Лины включается, как мы уже сказали, на один день раньше календарного дня рождения. 21 апреля в 8 часов утра и 45 минут надо находиться в Москве. Ну, как минимум, приехать 20 апреля, естественно. Находиться в Москве. И в момент включения соляра, учитывая такое скопление планет в 11-м доме, я предлагаю линию М, правда, немножко рановато, но ничего страшного, путешествовать, ну, заранее приехать по комплексу ВДНХ. Потому что такой мощный 11-й дом. Там есть где погулять и что посмотреть. Там можно целый день провести. 21 апреля в 8 часов утра, 45 минут. Прогулка по территории ВДНХ с последующим знакомством с достопримечательностями. Теперь это называется ВВЦ. Всероссийский выставочный центр. Может быть, она остановится и в гостинице. Космос. Тогда можно и не гулять, а быть еще в гостинице. 21 апреля, 8.45, космос, ВДНХ, Москва. Лучшие обстоятельства для прекрасного года у Лины М. Планеты будут к ней добры. Единственное, вот Меркурий в соляре ретроградный, но он на северном узле. И плюс мы нейтрализуем его прекрасным соляром. Таким образом, мы поздравляем Лину с, во-первых, ректификацией натальной карты. Во-вторых, поздравляем с тем, что нам удалось для Лины подобрать самое лучшее место для встречи дня рождения в Москве. К нам обращается Катерина. Катерина пишет, что наши прогнозы относительно ее супруга оправдались. Он родился 8 ноября 1967 года в 20 часов и 3 минуты. Место его рождения это закрытое территориальное образование на территории Челябинска. А закрытое территориальное образование находится... Сейчас я уточню координаты. И у нас все будет максимально точно. Так, вот так будет максимально точно, да. И таким образом выходит, что здесь мы проверяем, что, как и что. Вот, ну, к сожалению, да. Что нужно сделать? Все ваши видео смотрю, пишет Катерина. Ну, Катерина, это, конечно, разыгрывается кармический возраст. Я помню, мы с вами говорили, что сына надо исключить из числа наследников. По-моему, даже там два сына, но я точно не помню. Ну, два или один, не важно. Вот этот Меркурий на южном узле так и проявляет себя. По поводу дирекции срабатывает дирекция Луны к Сатурну и дирекция Урана к Нептуну на 56 лет. Вот это пришел Уран к Нептуну, а вот, да, повредил репутацию Нептуну, правитель, репутации. Ну, и на 56 Луна к Сатурну. Да, все разыграно как по нотам, но могу только сказать, что, как бы, надеюсь, что ничего такого фатального не случится. Вам просто надо прилагать все усилия к тому, чтобы ситуация была для вашего супруга максимально комфортной. И вот, начиная с 15 марта, прогрессивная Луна пошла по 10 дому, но с 26 марта оппозиция к Юпитеру. Сейчас самый трудный в юридическом смысле период, он с 26 марта по 21 мая. Оппозиция прогрессивной Луны к Юпитеру. Поэтому вам надо биться ежедневно. То есть каждый день, уважаемая Катерина, хотя бы маленький шажок, но надо делать в направлении спасения вашего супруга. С юридической точки зрения после 21 мая, я думаю, станет как-то потише, но до этого периода вам надо делать все, что мы сказали. Ну и надеюсь, вы нашли адвоката, который обрисован в натальной карте вашего супруга. Увы, ситуация развивается в точности с дирекциями и прогрессиями, но тем не менее, никогда не надо терять надежду на то, что, в общем-то, всегда есть возможность как-то испытать что-то хорошее. Колесо фортуны, увы, сейчас катится по шестому дому гороскопа и будет катиться по нему вплоть до, получается, начала аж сентября. Потом оно перейдет в седьмой дом, а до начала сентября, конечно, бороться за доброе имя вашего супруга будет особенно трудно. Но нужно предпринимать усилия, и я уверен, что если вы все делаете, в том числе вот ритуал с вот этим тройным шнурком, трехцветным, который надо повязать на окно, надеюсь, вы видели этот выпуск, должно как-то помочь. Каждый день вы должны делать хоть немного, чем что-то полезного для того, чтобы разрядить эту обстановку. Ну, а наказание, конечно, оно носит бесспорно кармический характер, потому что сейчас вашему супругу 56 лет, а это и есть кармический возраст. И его оппонент, так сказать, его бывший бизнес-партнер, он не поменял свою точку зрения на происходящее, потому что вот как раз дирекция Луны к Сатурну Ретроградному на Куспиде 11 дома об этом красноречиво и свидетельствует. Но вы должны действовать, и я искренне желаю, чтобы, несмотря на все эти показатели, вы сумели как-то изменить ситуацию к лучшему, и возлагаю большие надежды на коридор затмений и ритуал с трехцветным шнурком.